всем привет всем привет рад что вы пришли на мой день рождения всем спасибо так сейчас у себя открою так youtube конечно что-то туповато качество режет но мы забьем да забьем и так справимся до подрезает конечно ну неважно я думаю нормально будет всем привет ребят пытаюсь разгрести свою личку там пытаюсь где-то отвечать сегодня это доделаю постараюсь каждому ответить добавить всех друзья там эти там тысячу заявок вот как обещал и сразу тогда здесь скажу всем большое спасибо за поздравление очень приятно всем большое спасибо огромное вы все красавчики машины все все четко будет у вас не обращайте внимание на мой голос немножко сел но это нам не помешает разобраться с задачками вот так так чат видимо читать уже сейчас не получится да ребят спасибо спасибо не забывайте ставить лайки потому что стрим будет полезный мы проводили голосовалку по поводу того какие задачи сегодня решать и и и и и и было больше всего голосов за параметр также было много голосов за 16 18 поэтому я выбрал просто три задачи довольно прикольных это будет очень полезно одну шестнадцатую решим одну 17 одну 18 первая задачка 16 уже здесь по ссылочке в описании есть все задачи смотрите ребят всем спасибо спасибо огромное вот ура с днем рождения меня сейчас преподаватели кстати будет тоже приезжать там туда-сюда вот может быть в инсту выйдем только ошибся ошибся ну пока там простыми вот смотрите ребят важный момент завтра стартует бомбический спецкурс за репост ссылочка будет в описании если еще не добавили сейчас добавят бомбическая штука это где могут мешать вариант прям с полным оформлением то есть вот завтра например я буду решать вариант 18 задач на 100 баллов так то есть я буду писать вообще все как я прям в бланк бы написал то есть мы будем видеть каждую задачу тоже экономическая да я скажу вот вот это все что должно быть в бланке 18 16 многих интересует стереометрия с полным оформлением напоминаю что в этом спецкурсе третий вебинар проведет председатель экспертной предметной комиссии по городу санкт-петербург дмитрий георгиевич вольфсон он разберет тоже и оформит полностью вариант второй части и ответит на все ваши вопросы дополнительно к тому что я уже до этого отвечал будет максимально полезно еще важная новость для сегодня в честь дня рождения своего естественно это уже вам подарочки всякие там так как времени до егэ осталось уже все меньше посмотрите на цены горячего времени это курс с открытием всех записей всех домашек которые были плюс сразу интенсив вплоть до егэ короче это ну такой максимальный пакет вплоть до егэ мы уменьшим него цену на 20 процентов потому что времени меньше до егэ осталось и рулетку мы сегодня обнулили там сейчас в среднем 30 35 процентов стабильно выпадает даже 40 кому-то выпадает то есть это дополнительная скидка еще к темпой к тому понижению цен то есть там вообще супер дешево получается все погнали не буду так сказать задерживать вас будем решать задач итак поехали ребят спасибо спасибо всем большое спасибо поехали давайте хотя бы первую для начала объем и так значит какая-то интересная задача окружности омега-1 омега-2 с центрами у 1-2 соответственно касаются другую точка при этом у один лежит на лежит на омега-2 а смотрите как прикольно смотрите как прикольно короче смотрите большая окружность так смотрите у нее есть центр и маленькая окружность касается и проходит через центр большой это всегда сложно рисовать но давайте попробуем сушки ну более-менее да но у меня немножко сплюсь ну то я давайте сейчас мы немножко сделаем чтобы на прям типа через центр проходила сейчас так не все равно у меня получат сплюсь вот так наверное немножко мы закруглим и идеально уже не получится но нам этого для решения должно хватить вот давайте такую оставим смотрите вот это это о 1 так здесь есть центр о 2 так и вот они еще к тому же и касаются так довольно интересная штука довольно интересная штука касаются друг друга в точке а так мы не решали такую задачу кстати лежит на омега-2 а б диаметр омега-1 вот смотрите значит известно что центр большой окружности кто не знает где условия условия наверху известно что центр большой окружности лежит на маленькой и сказано что а b диаметр большой окружности омега-2 нас омега-2 маленькая омега-1 так смотрите сразу при построении чертежа пользуемся фактом центры окружности и точка их касания если они касаются лежат на одной прямой значит на самом деле вот у нас диаметр так а б вот он проходит через центр этой окружности и центр маленькой окружности омега-2 тоже лежит на а б так хорошо хорда первой окружности касается омега-2 в точке п хорда хорда первой окружности какой первой окружности сейчас хорда bc в условии пропустили ребят в условии накосячили пропустили там хорда bc первой окружности то есть вот такая хорда на смотреть об касается первой окружности в точке п неправильно переписали так и прямая а п вторично пересекает омега-1 в точке д вообще прикольно точке д во кайф картинка да прикольно но мы такую прям не решали нам докажите что а а п равно дп пункт а требуется доказать что а д равно дп а что а п а п равно дп вот смотрите а п равно дп ну давайте думать давайте думать первое что мы с вами должны заметить вот давайте вот сразу в этой задаче очень много диаметров так ну подождите когда у нас есть один диаметр и второй диаметр мы с вами вспоминаем про самый стандартный факт ну явно нужно посмотреть на вписанные углы опирающиеся на диаметр правильно потому что они равны по 90 ну давайте глянем смотрите первый угол о 1 п а 90 опирается на диаметр а о 1 маленькая окружность теперь б д проводим смотрите а б диаметр значит угол б д а тоже опирается на диаметр но уже большой окружности значит здесь тоже 90 ну и посмотрите какая красота посреди какая красота б о 1 равно 1 а так б о 1 равно 1 а но о 1 п параллельно б д правильно ну потому что смотрите о 1 п перпендикулярно а д и б д перпендикулярно а д ну либо по теореме фолеса либо вы можете сразу сказать что 1п средняя линия ну или просто написать по теореме фолеса что так как а о 1 равно 1 б и о 1 п параллельно б д то а п равно пт чтд да следовательно а п равно пд изич да ну такая да ну по моему вообще то есть годная для пункта а во первых конструкция довольно симпатичная чертеж не самый простой но вот само решение вообще такая то есть типа что нам нужно сделать увидеть диаметры маленькой большой окружности два прямых угла о 1 середина а б значит по середине а д это убито но мне кажется что симпатично а вот с пунктом б возникают вопросы смотрите найдите площадь а б ц д вообще непонятный четырехугольник а б ц д ну типа вот такой да какой то странно найдите площадь а б ц д если а ц 4 то есть нам дали только длину отрезка а ц вообще непонятно что делать единственное что вот здесь я вижу что будет сейчас я вот так немножко по-другому нарисую и вы поймете сейчас зачем сейчас вот у меня отце вот так нарисую сейчас поймете зачем вот так да смотрите это . п вот это довольно интересная штука да 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 скорее всего мы будем искать площадь по формуле 1 2 d1 d2 на синус угла между ними но фишка в том что на первый взгляд а б ц тоже прямоугольный да а б ц тоже прямоугольный безусловно но давайте сразу отметим вот на первый взгляд условия обескураживает да потому что дана всего лишь длина отрезка отце найти нужно целую площадь ребят всем спасибо за поздравление еще раз не забывайте кстати пожалуйста ставить лайки потому что помимо того что сегодня рождение задача реально интересна вот дана всего лишь длина отрезка отце и как-то надо вот сообразить что с этим делать вообще смотрите ну то есть как найти площадь вот эта задача фантастическим образом убивается следующими фактами квадрат касательный равен произведению внешней части секущей на всю секущую я специально подобрал такую задачу потому что вы про эти факты постоянно забываете и еще если в пересекаются две хорды то произведение отрезочков ford одинаковые так вот смотрите смотрите давайте попробуем посчитать правильно давайте попробуем посчитать значит давайте смотреть во первых из пункта а мы можем украсть какое-то хорошее рассуждение смотрите какой прикол об вот этот угол о 1 давайте это будет . к о 1 к а чему равен 90 градусов правильно смотрите о 1 к а 90 потому что это вписанный угол в маленькую окружность опирается на диаметр а один правильно так но смотрите такая же картинка как в пункте а о 1 это середина отрезка а б а о 1 к так как перпендикулярно отце параллельно bc значит о 1 к средняя линия треугольника b c а но значит к середина отце если отце равно четырем то у нас вот здесь двоечка и вот здесь двоечка то есть а к равно к ц а к равно к ц равно двум правильно так давайте просто в этой задаче попробуем последовательно вообще все найти нам нужно вот в идеале смотрите найти диагональ bc найти диагональ d а и найти вот этот угол альфа между диагонали тогда по формуле площади произвольного четырехугольника 1 2 произведение диагонали на синус угла между ними мы сможем найти площадь правильно кто-нибудь видит здесь вот этот факт вот этот что квадрат касательный равен произведению внешней части секущей на всю мы ведь еще в этой задаче нигде ни разу не пользовались тем что bp касательная смотрите как красиво можно из точки c посмотреть на маленькую окружность и увидеть вот эту конструкцию смотрите cp в квадрате это квадрат касательный cp в квадрате равно ck на c а кайф да то есть смотрите cp в квадрате в квадрате это внешняя часть секущей c а это секущая для маленькой окружности это ck на c а то есть это 2 на 4 то есть 8 значит мы можем найти cp два корня из двух смотрите cp два корня из двух уже неплохо да давайте думать дальше как вы думаете какой следующий отрезок мы можем найти если у нас появился прямоугольный треугольник p c а у которого есть два катета мы знаем cp и мы знаем c а ну конечно прикол в чем смотрите мы сейчас сразу найдем всю диагональ д а смотрите мы по теореме пифагора найдем p а но в пункте а мы доказали что p а равно pd и мы сразу узнаем еще pd правильно прикольно да то есть сказалось что мы ничего не можем найти слишком мало дано но вот эти два факта нам помогают а вот это еще не помогало смотрите давайте запишем теорему пифагора значит п а в квадрате чему равно 8 плюс c а в квадрате плюс 16 24 так значит чему п а равно из 24 кто-то умеет находить давайте еще раз pc я-то сам умею pc в квадрате это 8 и плюс 4 в квадрате 16 24 но это 4 на 6 два корня из 6 правильно смотрите в чем круть dp тоже два корня из 6 и п а два корня из 6 смотрите что мы знаем какая круть мы знаем d а так мы знаем cp и нам нужно идти bp если мы найдем bp мы будем знать диагональ bc заметим что синус угла альфа между диагональными мы уже тоже знаем это противолежащий катет c а делить на гипотенузу п а правильно ну вообще класс теперь мы пользуемся вот этим фактом никогда про него не забываем смотрите у нас большой окружности есть две пересекающиеся хорды bc и d a пересекаются в точке п смотрите какой класс тогда bp умножить на pc равно dp умножить на п а пишем bp умножить на pc на два корня из двух равно два корня из 6 умножить на два корня из 6 это и есть 24 так значит bp равно 24 делить на два корня из 2 12 делить на корень из 2 или это домножаем на корень из 2 получаем 12 корней из 2 на 2 6 корней из 2 правильно 6 корней из 2 все вообще сказка теперь внимательно смотрим чему равен синус альф чему равен синус альф синус альфа противолежащий катет 4 делить на гипотенузу 4 делить на два корня из 6 правильно или 2 делить на корень из 6 все ребят мы готовы с вами найти площадь площадь равна 1 2 берем диагональ d a 4 корни из 6 берем диагональ bc 8 корней из 2 и умножаем на синус угла между ними это 4 делить на 2 корни из 6 или 2 делить на корень из 6 смотрим корень из 6 убил тебя двоечка убилась 32 корни из 2 это наш ответ кайф да на мой взгляд это очень классная задача значит 32 корни из 2 мне прям вот очень понравилось еще раз почему решил именно ее разобрать вы очень часто забываете вот про эти два важных факта про отрезки вам очень нравится работать с углами искать углы но иногда надо искать отрезки вот этот факт квадрат касательно равен произведению внешней части секущей на всю секущую и вот здесь произведение отрезков пересекающихся хорт равны все вся задача умерла с помощью этих фактов ну и с помощью рассуждения пункта а еще раз мы сначала доказали что а к равно к c потом по вот этому факту нашли cp потерями пифагора нашли p а значит нашли dp по вот этому факту нашли bp нашли синус альфа через прямоугольный треугольник p c a и нашли площадь четырехугольника почему dp равно p a ну это же пункт а мы в пункте а доказали что dp равно p a так сейчас секунду как доказать эти факт на эгэ так 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 да 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 бан я дал сейчас модераторы по каким-то причинам непонятно решили что на мой день рождения приходить на стрим не надо всем спасибо значит еще раз давайте про оформление значит еще раз смотрите по поводу вот этой теоремы вот эта площадь так вы должны ее сформулировать так что площадь произвольного четырехугольника равна одна вторая произведение диагонали на синус угла между ними и можно использовать правильно без доказательства так теперь как сформулировать эти факты эти факты без доказательства так вы пишете прям словами можете написать что квадрат касательный равен произведению внешней части секущей на всю секущую если касательные секущей проведены из одной точки к окружности говорите поэтому cp квадрат равно ck на c а подставляете чиселки дальше про хорда пишите факт что если в окружности есть две пересекающиеся хорды то произведение отрезышков на которые разбиваются хорды равны поэтому bp на p а равно dp на p а равно bp на pc то есть еще раз придерживайтесь следующего тезиса хотите использовать какой-то математический факт так сформулируйте даже если вы не помните чья это именно теорема да там не знаю свойство то центре там лема отрезубцы неважно если вы точно сформулировали факт и применяете его то нет никаких проблем убита надеюсь вам понравилось потому что ну вот мне эта задача вот прям очень сильно понравилось вот реально такая классная на мой взгляд то есть вот для егэ она уровня егэ я бы такую на егэ дал она у него структура хорошая то есть пункт а не сложный но есть над чем подумать да там средней линии увидеть прямые углы а вот в пункте b очень приятный счет но кто забудет про вот эти стандартные геометрические факты конечно не решит итак теперь параметр как вы видите параметр я подобрал с интересной формулировкой условия перед вами давайте подумаем что в таком параметре можно делать смотрите найдите все значения параметра а для каждого из которых существует хотя бы одна пара x и y удовлетворяющих неравенств я бы просто вот так за голову схватился на егэ и сказал бы ну просто за что типа ну почему дай мне метод хорошего плохого корня дай мне xo а дай мне квадратично ну то есть звучит страшно звучит страшно лайки не забывайте ставить господа давайте 4 модуль x плюс 3 а плюс 3 модуль x минус а правильно меньше либо равно корень из 16 минус y квадрат плюс 2 так давайте думать вот смотрите совсем нам нужно при которых существует давайте напишем хотя бы одна пара x и y удовлетворяющих неравенства правильно хотя бы одна пара x и y удовлетворяющих неравенства смотрите внимательно вот давайте попробуем посмотреть по отдельности вот если мы левую часть обозначим f от x мы такое хоть как-то умеем изображать ну конечно стандартная корыто более-менее а что если мы правую часть обозначим за f от y во-первых давайте сразу поймем что вот f от y да она существует при каких значениях y y принадлежит от минус 4 до 4 правильно ну чтобы корень извлекался так и вот тут сейчас будет довольно интересно чтобы сообразить эту идею нужно немножко разбираться функциях и попробовать действительно рисовать смотрите давайте сделаем так смотрите вот я хочу попробовать нарисовать вот это тут x тут f от x я буду рисовать их на разных графиках потому что тут x тут y f от x ну значение да тут x теперь смотрите хочу ли я рассматривать какие-то случаи не хочу здесь возникает офигенно красивая идея так называемого главного или доминирующего модуля смотрите в чем фишка что я утверждаю я утверждаю что все зависит только от раскрытия этого модуля что значит все возрастание и убывание внимательно сейчас важная идея у нас она была на курсе но кто-то может не знать посмотрите внимательно на коэффициент здесь 4 а здесь 3 правильно смотрите что я утверждаю я утверждаю что если вот смотрите здесь . минус 3 правильно я утверждаю что если x больше либо равен минус 3 и модуль раскрывается с плюсом так какой коэффициент перед иксом то есть когда вот этот модуль раскроется с плюсом здесь будет 4x какая мне разница как раскроется этот модуль он будет либо 3x либо минус 3x но 4x плюс 3x 7x 4x минус 3x x возрастающая то есть я утверждаю что здесь будет возрастание что здесь будет возрастание да на самом деле оно может выглядеть по-другому оно может знаете как выглядеть вот так а потом вот так но мне вообще без разницы я могу точно утверждать что правее минус 3x f от x возрастает согласны еще раз мне не важно как раскроется этот модуль потому что он раскроется либо с плюсом либо с минусом так и здесь вылезет либо 3x либо минус 3x если этот модуль первый раскрылся с плюсом конечно конечно мы пишем эскиз я бы на егэ написал даже что нас интересует только возрастание и убывание на этом эскизе мы как бы показываем эксперту что мы изображаем с точностью до возрастания и убывания так то есть нас остальное не интересуют изломы самое главное что если этот модуль раскрылся с плюсом он как бы победил вот этот модуль потому что коэффициент четверка так а теперь в другую сторону господа смотрите а что если x находится левее минус 3х этот модуль раскрывается с минусом правильно так так и отсюда вылазит минус 4x но минус 4x минус 4x опять побеждает вот этот модуль не важно как он раскроется 3x минус 3x вообще по барабану функция будет график ну функция будет убывать так в итоге что вы можете сказать если она до минус 3х убывает а от минус 3х возрастает то у нее минимальное значение в точке минус 3 давайте напишем его подставим сюда минус 3 здесь 0 под модулем будет минус 3 минус а модуль вседает минус 3 на а плюс 3 вот это минимальное значение в точке минус 3 правильно вот вот понятно а теперь давайте посмотрим на f от y на f от y сейчас вот до кого пока не доходит дойдет и кокнет интересная задача смотрите во первых вся эта штука существует от минус 4х до 4х правильно до 4х так внимание внимание смотрите а когда эта штука принимает самое маленькое значение ну очевидно когда корень равен нулю правильно то есть в точке 4 и минус 4 она принимает значение 2 правильно вот здесь будет двоечка а когда эта штука принимает самое большое значение правое с y когда то что вычитается самое маленькое чтобы ничего не вышло из 16 самое большое значение оно принимает когда y 0 когда под корнем самое большое возможное число когда из 16 ничего не вышло и будет просто корень 16 это 4 получается что самое большое значение при y равном нулю это 4 плюс 2 так это 4 плюс 2 правильно вот самое большое значение это 6 так на самом деле а можно взять производную и показать что она вот так возрастает тут убывает но на самом деле это можно и так объяснить это довольно очевидно что если минус 4 движется к нулю то функция возрастает вот ну потому что y квадрат он уменьшается и корень увеличивается а здесь убывает но нам важно что у нее самое большое значение это 16 ну не помню типа как возрастает убывает кусочек параболы а теперь представьте господа вот я вам сейчас нарисую как бы сравнение смотрите один чувак вот вот дорога так вот дорога так и здесь столбики с километрами один товарищ бегает туда сюда только вот в этом диапазоне правильно так это товарищ x ну на самом деле это f от x так товарищ f от x имя такое странное ему дали при рождении а другой чувак он на этой дороге бегает только ну пробежку утреннюю делает только вот здесь его зовут f от y так скажите пожалуйста может ли выполняться неравенство f от x меньше либо равно f от y что значит f от x меньше либо равно f от y это значит что вот этот чувак забежал ниже этого чувака но если они бегают вот так это невозможно понимаете это невозможно улавливайте суть то есть мы рассматриваем множество значений это функция она у нее самая маленькая в минус 3 она вот от этого числа и до плюс бесконечности а вот это от двух до шести у нее самое большое значение в шести то есть если они вот так то не может выполняться это неравенство у них должна быть вот такая штука какая то правильно то есть картинка должна быть не такой а какой этот чувак должен бегать хотя бы до уровня f от x вот здесь у них граница должна быть общая у нас знак не строгий нас в принципе это устроит что это значит на языке функции на языке функции это значит что наименьшее значение функции f от x 3 на а на модуль а плюс 3 должно быть меньше либо равно но чем 6 чем наибольшее значение вот этой штуки потому что если вот это больше чем 6 то мы получаем картинку что вот это выше чем вот это не может выполняться этого неравенства красиво да значит модуль а плюс 3 меньше либо равно 2 так значит а плюс 3 больше либо равно минус 2 и меньше либо равно 2 значит а больше либо равно минус 5 и меньше либо равно минус 1 красиво да то есть наш ответ а принадлежит от минус 5 до минус 1 но то есть как бы задача а довольно прикольные ребят посмотрите в чем идея она когда разобрался она довольно наглядная ну представьте да вот что у одного графика он только от сих до сих значения так а у другого вот тут ну и давайте кстати сразу для строгости решения предъявим при вот таких а предъявим такую точку которая нам точно подойдет смотрите какая пара нам точно подойдет минус 30 пара x y нам точно подойдет минус 30 потому что в минус 3 это принимает самое маленькое значение правильно а при y равном 0 это принимает самое большое а мы собственно с вами и записывали условия что вот это самое маленькое значение меньше либо равно самого большого то есть мы сразу еще и предъявили нам нужно было чтобы хотя бы одна пара x y удовлетворяла неравенство смотрите что мы сделали мы доказали что если здесь знак строго больше то такой пары точно не будет раз а при вот этом условии при таких ашках мы предъявили предъявили такую пару x y которая равна минус 30 которая нам точно подойдет стоп подождите где в одно неравенство я рисовал специально на разных графиках x f от x y f от y но я же могу потом сравнить множество значений просто ну вот я вам схемку рисовал ну ну как вам ну сейчас ну это я не знаю ну там вот москва я по разным делам бываю вот в такой окрестности москвы вы живете там скове псков и вы бываете вот в такой окрестности москвы а вот общая карта можем мы с вами встретиться нет никогда потому что у нас нет общей площади на которой мы пересечемся а если бы вы бывали еще иногда в москве то мы с вами могли бы встретиться вот здесь то есть мы уже дальше чисто записываем неравенство на самое маленькое значение вот этого множество и самое большое вот этого но множество значений функции так понятно да да мы как бы пили гвоздь что вот эта точка не выше вот это то есть значит нет не точка а значение что вот это меньше либо равно чем вот это ребят поставьте пожалуйста по шкале от 1 до 10 хотя бы понимание но есть те кто поняли а то я вижу вопросы и я начинаю думать что никто ничего не понял хотя вроде бы я максимально подробно изложил нарисовал то есть как бы да вот ну да вроде кажется все гуд почему это достаточно так я же оба условия доказал смотрите я доказал во первых что если вот это минимальное значение больше чем 6 что точно у нас не будет ни одной пары я же это тоже объяснил вот потому что если это выше чем это то множество значений просто не имеют общих точек как на этой картинке а при этом случае я предъявил конкретную точку да всем спасибо еще раз за ну ребят просто это стрим в честь дня рождения и мы на курсе очень много решали ну разных адекватных задач типа там хор плох стандартных я старался сегодня подобрать задачи на такие темы которые у вас могут западать например эта задача на тему функции да а многие из вас например функции там плохо ботали или не ботали соответственно вы должны сделать вывод что парочку вебинаров надо посмотреть вот например 16 да я подобрал такую задачу где встречаются факты про пересекающейся хорды касательную и секущую которые тоже вы часто забываете ну специально чтобы сделать акценты на тех моментах который вы можете забыть так поехали 18 18 смотрите какой пункт вы угарно так на вы не обязательно кто написал пастик не обязательно мне у 44 года сегодня исполнилось это я еще могут можно ко мне обращаться на ты максон братишка там как хотите только не обзываетесь в день рождения и все в другие дни обзывайте вот можно на ты обращаться а я забыл этот самый брать mortal combat на дыре mortal kombat чтобы я в него играл да 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 но где mortal kombat не поможет мне нужна приставка братанчик хочешь подарить мне mortal kombat купи мне офигенную приставку и джистики а вот да так давайте последовательность а 1 а 2 а 3 и так далее а н и так далее так состоит из натуральных чисел так да еще при всех натуральных н выполняется следующая штука а н плюс 2 равно а н плюс 1 плюс а н короче почти как числа фибоначчи пункт а может ли быть такое что 4 а 5 равно 7 а 4 так ну фибоначчи там 11 а эти произвольны ребят давайте сначала попробуем разобраться с последовательно смотрите вот эта штука выполнена при всех натуральных н самая маленькая натуральное число н это что значит ну а это 1 значит поставим сюда 1 мы получим что а 3 равно а 2 плюс а 1 смотрите как они сделали эту последовательность поймите внимательно вот эти первые два это произвольные так произвольные так а каждая следующее равно сумме двух предыдущих поняли прикол то есть еще раз смотрите а 1 и а 2 они берут любые натуральные так любые принадлежащие н а потом что делают а 3 равно а 2 плюс а 1 а 4 равно а 3 плюс а 2 а 5 равно а 4 плюс а 3 то есть каждое следующее равно сумме двух предыдущих правильно а а что нам мешает тогда выродить их все смотрите давайте я сейчас и вот это а 5 и вот это а 4 просто выражу через а 1 и а 2 и посмотрю можно ли подобрать такие а 1 и а 2 так чтобы выполнялась вот это условие ну а 3 у меня уже выражено правильно поехали а 4 это а 3 плюс а 2 подставляем вместо а 3 а 2 плюс 1 что получится а 2 плюс а 1 плюс а 2 2 а 2 плюс а 1 правильно ну прикол теперь а 5 это а 4 плюс а 3 а 4 это вот это а 3 это вот это что получится если сложить а 3 плюс а 4 будет 3 а 2 а 2 плюс 2 а 1 поняли ну все давайте запишем 4 умножить на а 5 3 а 2 плюс 2 а 1 равно 7 умножить на а 4 2 а 2 плюс а 2 плюс а 1 2 а 2 плюс а 1 раскрываем скобки 12 а 2 плюс 8 а 1 равно 14 а 2 плюс 7 а 1 а 1 влево а 2 вправо а 1 равно 2 а 2 ну мы можем подобрать такие числа а 1 и а 2 чтобы выполнялась это равенство ну конечно давайте возьмем а 1 двойка а а 2 единичка давайте приведем пример такой последовательности смотрите итак а 1 двойка а 2 единичка правильно а дальше сумма тут 3 3 плюс 1 4 4 плюс 3 7 проверяем 7 умножить на 4 28 8 7 умножить на 4 28 ответ да прикольный да ну то есть вообще не сложный пункт а ребят убиты согласитесь вообще адекватная задача то есть мы с вами поняли что как устроена эта последовательность нас спрашивают может ли выполняться вот такое интересное условие мы говорим блин ну мы знаем как работает эта последовательность нам дали какие-то первые два произвольных натуральных числа а каждое следующее получали как сумму предыдущих об этом нам написано вот в этом условии правильно я выразил все числа а 3 а 4 а 5 через а 2 а 1 а 2 а 1 а 2 а 1 я просто их выразил подставил в эту штуку получил вот такое соотношение я легко могу подобрать два натуральных числа а 1 и а 2 которые удовлетворяют вот этому я построил пример нет я бы лучше написал прям пример потому что когда вас спрашивают может ли быть или нет лучше написать да может быть вот мой пример прям явном виде пример ребят очевидно все так что мы получаем в пункте б просто они даже не заморочились 5 а 5 равно 7 а 4 вот просто прикиньте что после таких рассуждений мы решаем пункт б понятно что в этой задачи можно было бы тупо например как-то перебирать и угадать эту последовательность ну сказать о я угадал кстати важный момент по оформлению в пункте а вы не обязаны приводить эти рассуждения если вы угадали как-то ручками построили эту последовательность вы просто пишите ответ да вот пример пишите пример говорите 7 на 4 равно 4 на 7 готово и все и вы получите уже один балл это все писать не обязательно но прикол в том что мы подходим к задаче 18 содержательно и так как мы вот это все сразу прописали как вы думаете сколько интеллектуальных усилий нам нужно потратить на решение пункта б если мы знаем чему равно а5 и а4 подставляем 5 умножить на 3 а 2 плюс 2 а 1 равно 7 умножить на 2 а 2 плюс а 1 раскрываем скобки 15 а 2 плюс 10 а 1 равно 14 а 2 плюс 7 а 1 переносим а 1 влево получаем 3 а 1 равно минус а 2 это вам ни о чем не говорит ни о чем не говорит вам это ну господа а 1 и а 2 натуральные числа это равенство может быть только тогда когда они оба равны нулю но это невозможно потому что они натуральные правильно тогда у нас вот это положительное это отрицательные мы получили противоречие ответ нет кайф да то есть тем самым я вам показываю что содержательно раскручивать задачу в пункте а это гораздо круче чем наугад построить пример мы сразу разобрались с этой последовательностью поняли как она устроена и убили сразу два пункта да ребят давайте до 1000 добьем хотя бы мы на других стримах с вами больше 1000 набирали а тут дэрэшечка но кстати все равно большое спасибо много народу пришло я очень благодарен вы поймите для преподавателя который проводят сейчас вот я сейчас часто стримы провожу и завтра и там постоянно эти стримы открытые ну максимально приятно и важно чтобы вы приходили и брали этот контент вот короче прикольно да пункт в читаем при каком наибольшем н вот пункт в меня пугает так может выполняться равенство 6а н плюс 1 вы посмотрите только на эту жесть равно н квадрат плюс 24 н так умножить на а н вы просто посмотрите при каком наибольшем н может выполняться вот такое равенство у меня возникает только а тут 6 н у меня возникает только один ответ а откуда я знаю понятия не имею если до этого были какие-то числа 4 7 5 7 посмотрите что они сюда впихнули так ничего я не забыл никакой н я не забыл господи какие же вы душно иногда чё чё просто 24 а а вот это спасибо я местами n помял вот это спасибо ладно душно это я признаю все потрачу неправильно переписал ноутбука не очень давайте перепроверю все согласен душно я давайте перепроверю у меня тут текст маленький 6n а еще мне криво затехали да сейчас давайте я проверю условия да смотрите 6n и там плюс 1 написали отдельно но в условии это индекс то есть вот это это а n плюс 1 так равно n квадрат плюс 24 умножить на а n все всем спасибо мы с этим разобрались так вот давайте думать ну явно вот в таком виде не очень хочется работать давайте хотя бы вот так перепишем а n плюс 1 делить на а n так чтобы n-ки были с одной стороны а вот эти вот члены последовательности с другой а а n плюс 1 делить на а n равно n квадрат плюс 24 делить на 6 n так ну хотя бы вот так а теперь симпатичная идея симпатичная идея господа что вы можете сказать вот про эту штуку вообще что вы можете сказать про член этой последовательности но начиная с третьего эти первые два произвольные они могут быть какие угодно начиная с третьего что можете сказать я утверждаю что начиная с третьего она возрастает ну вот начиная с этого момента это возрастающая это всем очевидно ну смотрите почему потому что третье это 2 и плюс еще первое то есть третье точно больше второго правильно ну потому что само третье это уже второе и еще прибавили натуральное правильно четвертое это третье и еще прибавили натуральное согласно то есть она возрастает правильно теперь красота посмотрим начиная с третьего на эту штуку а n плюс ну давайте а n плюс 1 равно а n плюс а n минус 1 согласны ну а n плюс 1 равно сумме двух предыдущих правильно сейчас подождите но ведь вот это меньше чем вот это правильно эта штука меньше чем а n плюс а n уловили еще раз смотрите а n плюс 1 это предыдущая плюс пред предыдущая правильно но вот это вот это меньше чем вот это потому что следующая больше предыдущего у нас возрастающий так смотрите что мы получили а n плюс 1 меньше чем 2 а n делим на а n а n плюс 1 делить на а n это вот это меньше 2 мы сейчас просто тупо решим неравенство методом интервалов прикольно да просто 24 без н а у меня где с н вот же 24 без н 24 без н можно можно поделить просто можно поделить просто но я сделал вот так ребята насколько это понятно ну смотрите на самом деле это довольно просто понять например вот здесь ну смотрите еще раз а а 3 так то есть вот эта штука например точно больше чем а 2 плюс а 2 нет потому что мы не знаем какой из этих больше вот начиная с 4 4 равно а 3 плюс а 2 а 3 больше чем а 2 поэтому вот эта штука точно меньше чем а 3 плюс а 3 понятно вот ну естественно да то есть это там начиная там с 3 4 посмотрим на ответ если ответ будет там например 4 или 5 то нам точно этого хватит вот и мы не будем рассматривать там маленькие короче еще раз идея смотрите а n плюс 1 это сумма двух предыдущих правильно вот но вот эта сумма она меньше чем два раза а n а n потому что а n минус 1 меньше чем а n то есть вот это одинаковые слагаемые а вот это меньше чем это поэтому это точно меньше чем это а отсюда мы записываем вот такую штуку и получаем что а n плюс 1 делить на а n меньше чем 2 иными словами господа мы с вами доказали что члены этой последовательности возрастающей не могут увеличиваться в два раза более чем в два раза вот не могут увеличиваться более чем в два раза а значит если а n плюс 1 делить на а n равно вот этому то вот это меньше чем 2 ну чё давайте попробуем решить неравенство давайте по честному да давайте n квадрат плюс 24 делить на 6 n меньше чем 2 переносим все в левую часть получаем n квадрат минус 2 к общему знаменателю n квадрат минус 12 n n квадрат минус 12 n плюс 24 делить на 6 n меньше 0 правильно ну хорошо а давайте найдем корни какие корни н первое второе числитель к неравенство получаем 6 плюс минус корень из 36 минус отце так это 4 на 6 кто кто шифруется так сейчас а 12 это корни числитель если числитель приравнять к нулю 6 плюс минус корень из 36 минус 24 12 правильно так рисуем ось так отмечаем 6 плюс корень из 12 правильно 0 и 6 минус корень из 12 правильно учта нас интересует нас интересует 0 0 6 минус 2 то есть кmemор dumpling то есть вот здесь 0 это 8 плюс минус вот так 0 вот так тысяч 20 Плюс-минус, плюс-минус, правильно? Что нас интересует? Нас интересует меньше нуля. Вот это и вот это, правильно? Вот этот кусок мы выкидываем, потому что у нас n натуральное, правильно? Значит, наша n с вами принадлежит интервалу от 6 минус корень из 12 до 6 плюс корень из 12, правильно? Но у нас же n натуральное, правильно? Давайте примерно прикинем, 6 плюс корень из 12, это сколько? Корень из 12 это 3 с чем-то, правильно? То есть вот это, это 9 с чем-то. Но n же натуральное, все, значит n меньше либо равно 9. Вот это ключевая часть задач. Разве можно говорить, что это справедливо даже для n меньше 2? Нельзя, пока я и не говорю, зачем мне? Я говорю, что начиная с 4, это верно. То есть а4 делить на а3, это уже меньше 2. Сейчас я посмотрю, какое максимальное, если оно получится больше либо равно 4, значит меня все устраивает. Ну еще раз, да, понятно, что вот здесь мы не можем сказать, что а3, что вот это больше, чем 2а2. Потому что мы не знаем, какие а1 и а2. Но я уже могу утверждать, что а4 делить на а3 меньше 2. То есть начиная с 4, я могу 4 делить на а3. Почему? Потому что а4 равно а3 плюс а2, а а3 точно больше, чем а2. Ребят, давайте на этом месте остановимся пока, потому что у нас сейчас здесь есть завершающая часть решения этой задачи. И вы напишите там от 1 до 10, насколько понятна идея. Короче, ключевая идея пункта В очень красивая, что вот начиная с этого момента, мы можем писать, что а4 на а3 меньше 2, а5 на а4 меньше 2. Вот мы это доказали, да. Для сильно маленьких n это не работает. Но а n плюс 1 делить на а n по условию пункта В это вот такое страшное выражение с буквой n. Мы пишем, что оно меньше 2, по-честному решаемого методом интервала, получаем, что n принадлежит от 6 минус корень из 12 до 6 плюс корень из 12. Но так как это натуральное число, то мы говорим, что n меньше либо равно 9. Правильно? Отрицательный кусок нас не интересует, да, отрицательный n. Понятно? И мы оценили, что вот это число, оно, ну, от там 9 до 10, невключительно. Вот. Так, теперь, что мы с вами сделали? Давайте сразу поймем четко, ребят. Мы решили задачу или нет? Кто понимает? Мы не решили задачу. Во-первых, у нас есть гипотеза. Точнее, у нас есть оценка. Мы точно знаем, вот это ключевая вещь, что n меньше либо равно 9. Согласны? Но кто знает, удастся ли нам построить пример для n равного 9 или нет? Ну, никто не знает. Правильно? Надо строить пример. Как мы с вами строили пример? Будем делать, как в пункте А. Поехали. Первый случай. n равно 9. Если пример не построится, будем брать n равное 8. То есть, по сути, да, перебор сверху вниз идет. Самое главное в этой задаче получить вот эту фантастическую оценку. Поехали. Вот начальная штука. Правильно? Давайте подставлять. 6 на 9. Что получается? 54. Ну, перебирать придется. 54а10, так, равно 81 плюс 24, это сколько? 85, 105, да? 105 умножить на а9. Слушайте, придется по-честному. Давайте сократим на 3. Что мы получим? 18а10 равно 35а9. Значит, для этой штуки давайте по-честному запишем наши слагаемые. Мы будем делать то же самое. Мы будем выражать через а1 и а2. Но нам уже делать это довольно просто. Поехали. А6 чему равно? А6 равно а5 плюс а4. Складываем это с этим. Это 5а2 плюс 3а1. Правильно? А7 чему равно? Это а6 плюс а5. Вот это с этим. 8а2 плюс 5а1. А8 чему равно? Это а7 плюс а6. 13а2 плюс 8а1. А9 чему равно? А8 плюс а7. 21а2 плюс 13а1. Правильно? А10 чему равно? Так, сумма двух этих это... 35а2 плюс 21а1. Все, мы все записали. Теперь можно по-честному просто брать и подставлять. Там можно через делимость еще сделать. Да, там можно через делимость сделать, но мы будем вот так, да? Ну, поехали. Это дичь, конечно, не очень хочется, да? Ну, слушайте, давайте. 18 нужно умножить на а10. Это вот эта фигня. Что-то многовато считать, если честно. 18 на 35, 5 на 7, 7 сокращается. Ну, ладно, давайте запишем. 18 умножить на 35а2. Наверное, там через делимость лучше перебирать, но мы уже сделаем так. 21а1. Так равно. 35 умножить на а9. 21а2. А2 плюс 13а1. Так, плюс 13а1. Смотрите, можно на 7 поделить вот эти 2 и вот это. Правильно? Будет 18, 5а2 плюс 3а1. Числа будут меньше, удобно. Тут будет 5, 21а2 плюс 13а1. Ну, раскрываем. 90а2 плюс 54а1 равно 105а2 плюс 65а1. Короче, дальше тупой счет. Ну и все, вы сами видите. Смотрите. А1 влево, а2 вправо. Что мы получим? Минус 11а1 равно 15а2. Правильно? Все. Противоречие. Все. Н равно 9. Не подходит. Перебираем дальше. 34а2. 34. Что, где накосячил я? 30. Серьезно? Тогда ситуация сильно ухудшается, к сожалению. Потрачено. Это очень плохо на самом деле. Потому что мы не сможем сократить. Это проблема для нас. Серьезно? Серьезно? Это проблема. Это проблема. Понимаете, почему проблема? Так, я неправильно сложил. 13 плюс 21. 34а2 плюс 21а1. То есть здесь должно быть 34. И у нас ничего не сократится. Короче, так сделать можно. Но давайте я буду делать по-другому. Ну, короче, 18а10 так равно 35а9. Давайте я покажу другой способ. Мне кажется, там будет меньше считать, господа. Короче, геморрой какой-то, если честно. Перебор в конце неприятный. Перебор в конце неприятный. Но мы задачу должны добивать с вами обязательно. Смотрите, давайте сделаю по-другому. Смотрите, а10, а10, это а9 плюс а8. Вот так буду делать. 18 на а9 плюс а8. Мне кажется, мы так быстрее посчитаем, и числа будут меньше. Смотрите, равно 35а9. Вот, смотрите, так будет поприкольнее. Иначе, видите, числа слишком большие, получается вообще дичь. А10 это а9 плюс а8. Теперь смотрите прикол. 18а9 сразу переношу вправо. У меня получится 18а8, так. А 18а9 сразу переношу вправо, получаю 17а9. Согласны? 17а9, ну потому что 35а9 минус 18а9, это 17. Главное правильно посчитать. Теперь а9, смотрите, представляю как а8 плюс а7. Раскрываю и 17а8 переношу влево. Получается, что а8 равно 17а7. Ничего не замечаете? У нас получилось, что а8 делить на а7 равно 17. Видите противоречие? Нет, вот так гораздо быстрее. Видите, это абсолютно нормально. Я попробовал посчитать способом, как в пункте А. Увидел большие числа, думаю, лень. Но на ЕГЭ, кстати, берете и считаете, да? Один же прибавляется к произведению, а не к индексу. К индексу там плохо написали. У меня есть оригинальное условие. Там в условии прибавляется к индексу. Ребята, это понятно, нет? То есть, смотри, я решил не сразу подставлять а1, а2, а решил расписывать а10 как а9 плюс а8, правильно? Получил вот такую дичь. Потом а9 расписал как а8 плюс а7, получил вот такую. Но у меня получилось, что а8 делить на а7, 17. А мы с вами доказывали, что там начиная с а4, можно писать, что а1 плюс 1 делить на а1, меньше 2 мы доказали. Это больше 2, противоречие не подходит. Второе. n равно 8. Из первой, а там 108. А10 делить на а9 было бы 105 делить на 54. А 54 на 2 это 108. То есть, оно и так было меньше 2. Так, подставляем. n равно 8. Так. А куда подставлять? Давайте вспомним, какое условие было. А n. Какое там было, ребята, у нас условие? 6n на а n плюс 1. Чему равно? n квадрат плюс 24 на а n. Ну, короче, красота задачи закончилась, да. 6n на а n плюс 1 равно n квадрат плюс 24 на а n. Так, теперь подставляем n равно 8. Получаем 48. 48 а n плюс 1 равно 8 в квадрате 64 плюс 24. 48, 48 а n. 48 а n. Делим на 4. Получаем, делим на 8. 6 а n плюс 1 равно 11 а n. Расписываем 6. Зачем нам а n? Если n равно 8, то у нас там это девятка, это восьмерка. Это а9, это а8. Это а9, это а8. Расписываем а9 как а8 плюс а7 равно 11 а8. Раскрываем а8, переносим вправо. Получаем 6 а7 равно сколько? 6 а7 равно 5 а8. Расписываем а8 равно 5 на а7 плюс а6. Так, 5 а7 влево, получаем а7 равно 5 а6. Правильно? А7 равно 5 а6, значит а7 делить на а6. А7 делить на а6 равно 5. Это больше 2, сразу минус. Перебор, конечно, дичь. Ребят, ну, надо досчитать. Надо досчитать по чесноку. Мы же не будем с вами задачу бросать. Давайте, третий. Мы хотим ответ получить и пример построить. n равно 7. О, господи, поехали, значит. 42 а8, но уже поменьше считать. 42 а8 равно... Если n равно 7, здесь 49 плюс 24 это сколько? Значит, а уже у меня все поплавилось в голове. 73, да? Я надеюсь. 40 плюс 20, 69 плюс 4, 13. 73, 73 а7. Расписываем. 42 а7 плюс а6 равно 73 а7. Так, 42 а6, 42 а6, 42 а7. Переносим вправо. Сколько получается? 73 минус 42, 31. Расписываем а7. 31 а6 плюс а5. 31 а6 плюс а5. Так, что получается дальше? А6 влево. 11 а6 равно 31 а5. Значит, а6 делить на а5 равно 31 а1 больше 2. Блин, тоже не подходит. Душнота вообще просто. Так. Хорошо. Хорошо. Считаем дальше. Это мы проверили. n равно 7. 4. n равно 6. Сразу разделить на 42. А7 где? Ну так оно будет меньше и двойки. Так. n равно 6. Поехали. 36а7 равно n равно 6. Это 36 плюс 24. Это 60. 60а6. О, хоть тут повезло сокращается, да? На 12. Кайф. 3а7 равно 5а6. Вот. Сейчас заживем. 3а6 плюс а5. Расписал а7. Равно 5а6. Так. Оставляем слева 3а5. 3а6 переносим вправо. Получаем 2а6. Расписываем а6. 3а5 равно 2а5 плюс а4. Так. Переносим а5 влево. Получаем а5 равно 2а4. О, мы близко. Смотрите. А5 делить на а4 равно 2. Так. Минус противоречия. Не подходит. Я чувствую, мы уже близко, да? Так. Финалочка, походу. Пятый пункт. Если n равно 5. Давайте. 30а6. 30а6 равно 5. 25 плюс 24. 49а5. Так. Давайте я некоторые действия, господа, в уме сделаю. Попробую сделать их правильно. Тут будет 30а5 плюс 30а4. То есть, оставляю тут 30а4. А 30а5 переношу вправо. Получается 19а5. Так. Теперь а5 делаю как а4 плюс а3. 19а4 переношу влево. Получаю 11а4 равно 19а3. Теперь а4 расписываю как а3 плюс а2. У меня остается слева 11а2. 11а3 переношу вправо. Получается 8а3. А3 расписываю как а2 плюс а1. И 8а2 переношу влево. Получается 3а2 равно... Равно 8а1. Вот. Мы спустились до а2 и а1. И не получили противоречия. Какие числа можно взять? Какие числа можно взять? А2 можно взять 8. А1 можно взять 3. И тогда у нас будет 3. 8. Мы расписывали вплоть до а6. 3. 8. 11. 19. 30. И 49. Ну что, господа, подходит? Проверяем. Это а1, это а2, это а3, это а4, это а5, это а6. Проверяем. Для n равного 5. 30 умножить на а6 на 49 равно 49 умножить на а5 на 30. Верно. Мы сделали оценку n меньше либо равно 9. Сделали перебор сверху вниз. И мы получили ответ, что максимальное n это 5. Короче, не надо бояться перебора. Да, я тут пару раз обсчитался, приношу свои извинения. Но спокойно берем и считаем. Ну, согласитесь, пункт а и б нормальный. Даже нормальный этот. Идея красивая в пункте б, да? И сначала. Но потом, конечно, я не придумал сходу, как сделать быстрее. То есть, смотрите, сколько мы перебирали. 9, 8, 7, 6. И только на 5 нам повезло. Мы, делая те же самые действия, не получили противоречия. Спустились по нашей цепочке прямо до а2 и а1. Здесь мы понимаем, что противоречия никакого нет, потому что а2 и а1 произвольные. Подобрали а2 и а1, взяли 8 и 3. Ну, то есть, наоборот, а1, а3, а2, а8. Построили последовательность из 6 чисел и показали, что при максимальном n, равном 5 только, будет выполняться, что вот эта штука умножит на а6, равно вот эту умножить на а5. То есть, максимальное n равно 5. Вот такие дела. Минзначение по Y. Про параметры. Мы же не сразу поняли, что там условия именно на минзначение по Y. Можно написать, что значение в X-тремном X должно быть нужно в X-тремном Fx, а уже дальше исследовать эскиз. не подождите во первых бывает где бывают задачи где просто перебором но здесь не только же перебор здесь надо понять как этот перебор делать это раз надо додуматься до идеи вот просто эта задача немножко короче скажем так вы бы говорили что она плохая если бы перебор закончился вот на этом месте ну нет перебор просто был бы короткий вы получили n меньше либо равно 9 проверили 9 не подошло и для n равного 8 построили пример тут просто довольно много перебирать потому что мы своим рассуждением смогли получить оценку на n что n меньше либо равно 9 а ответ 5 поэтому нам приходится довольно много перебирать при n равном 7 n равно 7 мы получили 11 а 6 равно 31 опять это значит что а 6 делить на опять равно 31 11 это больше 2 а мы же с вами доказали до этого утверждения что начиная с а4 если брать а4 делить на а3 то это меньше 2 у нас с вами было утверждение отношение следующего к предыдущим должно быть меньше 2 поэтому она не может быть равно 31 11 можно делить на коэффициент при н анкс не отправлять будет и коэффициент при а н меньше 2 небольшой спам наверное можно делить на коэффициент при можно владислав можно но он не получается здесь такой я же слежу вот смотрите например n равно 7 если вы поделите а 8 делить на а7 это будет 73 42 это меньше 2 следующая строчка а7 делить на а6 42 тридцать первых меньше 2 и только вот здесь он становится больше 2 но владимир но это же уже а1 и а2 отношение а2 к а18 третьих больше 2 но мы же с вами обсуждали еще раз это с а4 делить на а3 меньше 2 для а2 делить на а1 и а3 делить на а2 а2 мы этого не знаем правда это или неправда потому что последовательность может быть типа смотрите 8 3 11 правильно а потом уже 14 вот смотрите да например а3 делить на а2 11 третьих больше 2 это происходит потому что первые два числа произвольны а почему становится больше 2 при уменьшении членов последовательности не понял вопрос ну вот мы считали она становилась больше 2 если бы мы начинали с меньшего мы бы просто дошли до наибольшего n разве нет почему могли бы что-то пропустить смысле но если вас просят найти максимальная давайте по задачам в вакууме если вас просят найти максимальная так то перебирать снизу плохая себе идея вдруг у нас не было бы оценки n меньше либо 9 максимальный n было бы 100 вы перебирали бы снизу вверх типа когда вас просят максимальная то очевидно удобно перебирать сверху вниз 1к добили уже все ребят всем спасибо даже получилось дольше чем я думал даже полтора часика ура задачи убиты смотрите ну давайте оценим первая задача планиметрия вообще формат егэ уровень егэ интересно и симпатично я постарался просто ну уже потому что завтра мы будем разбирать чистый егэшный формат ну смысле прям да я это тоже егэшные задачи я просто постарался взять их более интересным это все тоже я взял с егэ вот параметр ну на функции но он красивый интересный вот эта задача тоже симпатична у нее идея хорошая единственное что ее портит это большой перебор в конце пункта в но это тоже полезно этого не надо бояться ну скажем так если бы я писал на бумаге давайте мы не будем утрировать ну хорошо даже если я с вами перебрала по за 20 с чем-то минут на егэ это можно сделать но если писать на бумаге не отвлекаться на чат и на не на объяснение ну сколько времени займет сделать такой перебор 9 8 7 6 5 ну 15 минут максимум если вы понимаете что ваш перебор решить задачу вы получите 4 первичных балла потратьте 15 минут завершите перебор получите ответ и получите максимальный балл ну естественно если перебирать снизу и найти подходящие первое н во первых она не факт что максимально вам нужно перебирать дальше и как вы поймете такого момента перебирать слева от н тоже нет слева не а от н потому что там перепутали единичку и поставили ее отдельно там единичка в индексе там 6 умножить на а индекс n плюс 1 я знаю оригинал этой задачи я же по правил сказал что там плюс один написали неправильно в оригинальном условии там 6 умножить на а с индексом n плюс 1 да я сказал же уже нет ни другое ну вы же не слушаете у меня есть оригинал задачи с утра просто тех или быстро перед вебинаром неправильно затехали в оригинальном условии там 6 умножить на а n плюс 1. Можете загуглить эту задачу, она есть в интернете. Ну, почему неравенство недостаточно для решения? Вы решили неравенство. Мы получили, что n меньше либо равно 9, правильно? Ну, мы не перебор делаем, мы пробуем построить пример для n равного 9. Чтобы построить пример, нам нужно спуститься до a1 и a2, вот до этих, чтобы выбрать их и построить пример. Мы пытаемся построить пример, потому что пока мы не построили пример для n равного 9, мы не можем утверждать, что это наибольшая максимальная подходящая n. У нас только оценка есть. Мы пытаемся построить пример и получаем противоречие. Отсюда делаем вывод, ага, нельзя построить пример для n равного 9, значит это не может быть ответом. и перебираем сверху вниз. Почему нельзя a8 на a7? Что a8 на a7? Ну, потому что 17 получается, а должно быть меньше 2. Хорошо, почему в неравенстве появилось n, например, с ним не построить? Ну, я же ответил на вопрос. Ну, потому что неравенство, оно не является достаточным условием для построения примера. Потому что меньше 2 – это неточная оценка. Ну, в смысле, типа, существует какая-то для других слагаемых более точная. Это просто какая-то хорошая оценка. Мы знаем, что меньше 2. Мы получили какие-то побочные n. Ну, то есть, не факт, что если выполняется неравенство, то обязательно для всех таких n удовлетворяющих неравенств мы можем построить пример. Ну, вот, собственно, и все. Почему надо выражать числа, нельзя делить сразу друг на друга? Ничего не понимаю. Ну, поделите. В смысле? А что вам это даст? Ну, поделите a10 на a9. Я просто не понимаю, я же несколько раз объяснил. Еще раз. Поделите a10 на a9. Так? Сразу. Что вы получите? a105, a50 четвертых. Ну, и что? Ну, это меньше 2. Потому что 2 на 54, а по 108. Никакого противоречия нет. Существуют такие или не существуют пример? Мы не знаем. Поэтому мы спускаемся вниз. Мы спускаемся до чисел a1 и a2, потому что они выбираются произвольно. Если мы смогли до них спуститься и их подобрать, то дальше вся цепочка восстанавливается автоматически. Мы смогли построить пример. Вот. Все, ребят. Ладно, я уже поотвечал на миллион вопросов, хотя мы, ну, вроде бы это все обсудили по ходу решения. Все. Всем спасибо. Давайте. Задачи убиты. Еще раз с праздником. Значит, ой, меня с праздником. Ну, и вас тоже со всеми праздниками. Ура. Вот. Считаю, хорошие задачи были. Понимаю, что кому-то могло показаться тяжело и сложно, но для тех, кто у нас, с кем мы на курсе занимались, это очень полезно веб. Ну, потому что, типа, шестнадцатая интересная, красивая, типа, планиметрия, параметр красивый, симпатичный, ну, и восемнадцатая тоже неплохая. И перебор нужно уметь делать. Все, ребят, всем спасибо за поздравления. Давайте увидимся. Всем пока.